Дело 51-й бригады не сбавляет оборотов. Адвокаты-самозванцы пытались нажиться на родственниках бойцов, а военная прокуратура хотела оспорить меру пресечения для солдат. О третьей волне частичной мобилизации в студии «Акцентах недели» расскажет областной военный комиссар Давид Моин. Молитва за Украину на высоте полторы тысячи метров. Наши журналисты поднялись в небо, чтобы услышать, как она звучит. Вы смотрите «Акценты недели» о событиях, которыми жило Запорожье эти семь дней. Здравствуйте! История 51-й отдельной механизированной бригады набрала обороты. По настоянию военной прокуратуры солдат снова хотели взять под стражу. Адвокаты, которые защищают бойцов, рассказали, что в ряды стороны защиты затесались самозванцы. Кроме того, стало известно, что военная прокуратура оказывала давление на солдат еще на том этапе, когда они проходили по громкому делу как свидетели. Как сейчас живут военнослужащие, которых подозревают в отказе нести воинскую службу. Далее в сюжете. О мошенниках, которые пытались нажиться на украинских военных, стало известно от адвокатов Центра безоплатной правовой помощи при Минюсте. Сами юристы узнали об этом от родственников бойцов. Как выяснилось, в день первых судов об избрании меры пресечения, матерям и женам солдат неизвестные предлагали якобы бесплатную помощь. Но в итоге требовали денег на дополнительные расходы, называя сумму в полторы тысячи долларов. Если вдруг вы услышите, узнаете о таких, так называемых, волонтерах, адвокатах, которые представляются бесплатной правовой помощи под эгидой нашего Центра и просят или понуждают заключать договор, убеждая, что они выполняют качественную работу, но надо дополнительно энная сумма денег, чтобы, как говорят в народе, порешать, я вас очень прошу, пожалуйста, сообщайте о данных фактах в Центр и правоохранительным органам. Юристы рассказали и о других проблемах, с которыми пришлось столкнуться, работая над резонансным делом. Говорят, один из военнослужащих 51-й бригады покинул воинскую часть, где сейчас находятся подозреваемые. Потом парень позвонил одному из адвокатов. Тот убедил солдата вернуться на место дислокации. Впоследствии молодой человек объяснил свой поступок. Нервы сдали. После возвращения с реальной войны он перенес тяжелое стрессовое состояние. После возвращения на территорию Украины он подвергся определенному давлению со стороны сотрудника военной прокуратуры, когда в него текали пальцем, что он предатель, дезертир, что его место в СИЗО. И когда он увидел, что ребят хотят посадить вместе с реальным криминалитетом, у парня просто не выдержали нервы. О давлении со стороны военной прокуратуры говорят и другие представители стороны защиты. Однако отметили, такие факты имели место на том этапе, когда солдаты проходили по делу как свидетели и еще не были их подзащитными. Но сейчас, заверили адвокаты, давление на солдат никто не оказывает. По части они, как и прежде, передвигаются свободно, некоторые даже заступали в наряд. Оказание какого-либо давления на них, это все находится у нас под жестким контролем. И все возможные попытки оказания такого давления пресекаются сразу же. Большинству бойцов 51-й бригады, которым были предъявлены обвинения, Жевтневый райсуд на время следствия избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Это означает, что парни не должны покидать территорию военной части и неукоснительно соблюдать устав воинских сил Украины. Как отмечают юристы, такое решение было самым лояльным из всех возможных. Но его решила оспорить военная прокуратура. 7 августа в Запорожском апелляционном суде начались слушания о взятии солдат под стражу. Поддержать бойцов приехали местные общественники. В первый день рассмотрели дела девяти бойцов. Суд постановил ни одного из них под стражу не брать. Сейчас юристы с общественниками готовят запросы на оказание медицинской и психологической помощи солдатам. Известно, что среди них есть контуженные. В зоне АТО находится более тысячи запорожских бойцов. В город вернулись солдаты 55-й бригады, которых также отстаивали родственники. Парни около месяца находились в окружении на территории Луганской области. О том, насколько возможно провести ротацию в зоне боевых действий и о третьей волне частичной мобилизации, в студии «Акцентов недели» поговорим с запорожским областным военным комиссаром Давидом Мойным. Здравствуйте, Давид Борисович. Добрый день. Боевые действия на востоке страны идут уже несколько месяцев. Так насколько возможно провести ротацию военнослужащих и добровольцев в зоне АТО? Верховным главнокомандующим президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко принято решение о проведении третьей волны мобилизации. Третья волна мобилизации позволит действительно частично провести ротацию наших солдат, офицеров, которые сегодня ведут боевые действия в зоне АТО. Запорожская область в первой волне третьей стадии мобилизации сегодня уже призвала более 600 военнообязанных для прохождения службы в воинских частях. В основном 55-й артиллерийской бригады, Запорожской, а также ряда частей, которые дислоцируются на территории Днепропетровской и Харьковской областей. Сегодня в том числе убывает одна из команд для проведения обучения на учебном центре Десна в Черниговской области. Далее в порядке комплектования воинских частей в плане стоит Мелитопольская 25-я авиационно-транспортная бригада. Будем укомплектовать батальон охраны этой бригады. А также будет идти в следующую очередь укомплектование 55-й артиллерийской бригады. Таким образом мы укомплектуем полностью 55-ю артиллерийскую бригаду практически до полного штата. В каком состоянии вернулись бойцы из зоны АТО? Ну, с ними сейчас работают командиры, работают с ними психологи. Безусловно, на протяжении практически месяца люди находились в блокаде, практически в полной блокаде, где отсутствовала порой еда, вода, боеприпасы, сильное давление со стороны российских вооруженных сил, а также террористов. Поэтому состояние, безусловно, требует коррекции. Сегодня с ними поработают, они будут отпущены в краткосрочный отпуск. Я доложил об этом губернатору, и мы планируем с губернатором и с мэром города, очевидно, с представителем областного совета посетить бойцов этой бригады со следующей недели, оказать соответствующую поддержку и помощь, в которой нуждаются сегодня наши бойцы. Сложная ситуация была также и 79-я аромобильная бригада, насколько я помню. Расскажите. Да, и 79-я аромобильная бригада тоже вышла из окружения. Была проведена спецоперация с сектором определенным, в котором воевали наши бойцы. Были наведены ряд мостов, которые были взорваны террористами. И в связи с этим удалось вывести практически 200 единиц техники и личный состав 79-й бригады, в том числе 55-й нашей артиллерийской бригады. После долгих месяцев ожиданий сложно описать радость близких, которые встречают солдат, и эмоции самих военнослужащих тоже описать очень сложно. Давайте посмотрим об этом сюжет. Спустя долгие месяцы ожидания два наших земляка на некоторое время вернулись домой. Житель Запорожья Владимир Цинкуш был призван в ряды Вооруженных сил Украины этой весной во время частичной мобилизации. В составе 93-й механизированной бригады он 4 месяца выполнял боевые задачи в зоне АТО, освобождал Карловку и Авдеевку, горел в танке. Тогда его экипажу удалось выбраться из пылающей техники. От противника уходили через лес. Буквально отбежали. Они уже за нами гнались, уже трофеи свои забирать, то есть нас. Мы вышли к своим лесам, лесам, я не знал, где мы, что, как. Вот. Вышли пол первого ночи, оказалось, что вышли опять к сепаратистам, только на другой блокпост. Просидели там до полчетвертого утра, менялись, посты менялись. Я не знаю, с Божьей помощью просто вышли на ту же Авдеевку только с другой стороны. Ну, там наша разведка забрала нас в течение 10 минут. После этого запорожца с контузией на неделю отпустили домой. Здесь его приезда ждали жена и маленький сын. Тяжело это ждать дома, ждать. И страшно, когда не берет трубку. Вот это самое страшное. Когда ты звонишь, а абонент поза зоны, или он просто сбрасывает, зная, что он в бою. Тяжело ему ночью сны сняться, ужасные пот. Ну, тяжело, очень тяжело. Никто не думал, что наше в нынешнее время, что затронет это. Я всегда говорила, я не думала, что мою семью это так затронет. После отпуска солдат намерен вернуться на передовую в зону АТО. Снова готов отправиться и офицер 23-го батальона территориальной обороны. Он также приехал домой на побывку. О том, что довелось повидать на востоке страны, участники антитеррористической операции рассказали в обувь военкомате. Сотрудники комиссариата говорят, такие встречи необходимы. В обувь военкомате призывают тех военнообязанных, которые состоят на учете или могут быть восстановлены, не уклоняться от мобилизации, а встать на защиту Родины. Гость студии «Акцентов недели» Запорожский областной военный комиссар Давид Мойн. Мы обсуждаем третью волну частичной мобилизации. Давид Борисович, тут эта третья волна коснется даже тех, кому уже за 40. Влияет ли возрастная категория на то, куда отправятся служить бойцы, и проходят ли они медкомиссию? Ну, во-первых, хочу сказать, что 100% личного состава, который призывается по мобилизации, проходит в медицинскую комиссию. Это безусловно. У нас практически на медицинской комиссии мы отсеиваем до 25-30% личного состава, который приходит в военный комиссариат. Поэтому разговоры о том, что забирают в военкомат, слово «забирают», оно так действует больно на нервы работникам военного комиссариата. Военкомат, во-первых, призывает вооруженные силы, во-вторых, в военкомате очень внимательно относятся к здоровью личного состава. Есть люди, у нас сегодня, кстати, был случай, когда человек хотел сильно призваться в вооруженные силы, мы уже его определили на областной сборный пункт, и сегодня ночью у него состоялся приступ эпилепсии. Разобрались, оказывается, он подложил мне свою карточку, и оказались медицинские данные, которые он переделал военкомат ложными. Поэтому сегодня мы его доставили в областную больницу и оказали ему первую помощь, он сейчас в нормальном, удовлетворительном состоянии. То есть сказать о том, что не проводится медицинская комиссия, это значит ничего не сказать. Она проводится реально, и президент обратил внимание, верховный главнокомандующий и начальник генерального штаба, о том, что были промахи при первых двух волнах мобилизации. Мы это учли сегодня, и мы реально смотрим на людей, которые больны, однозначно реально смотрим на людей, которые нуждаются в поддержке своих родственников. У меня на этой неделе была семья из Голепольского района, где мы призвали военнообязанного 55-ю бригаду, однако приехала мать и попросила парня освободить, с тем, что отец у него инвалид первой группы, недвижимый лежит, а ухаживать практически некому, матери 83 года, и мы пошли на встречу, этого парня мы заменили. Так что военкомат реально смотрит трезво на вещи. Есть также информация, что повестки на руки получают далеко не все адресаты. Известны случаи, когда председатель сельсоветов способствует тому, чтобы повестка не попала по адресу. Нередки случаи, когда родители просто не передают повестки сыновьям, потому что не хотят отпускать их на войну. В таком случае, кто несет ответственность и что грозит уклонистам? Вся ответственность, она прописана в законодательных актах Украины. В законе про мобилизацию и мобилизационную подготовку прописано, каким образом организуется оповещение военнообязанных по мобилизации. В этом вопросе главенствующую роль играют председатели областной государственной администрации, председатели районных, державных администраций и председатели сельских советов на местах, а также руководители предприятий, организаций и учреждений. У нас есть случаи, безусловно, когда военкомат приносит повестки на предприятия, и предприятие отказывается вручать такие повестки своим военнообязанным. Также отказывается принимать наряды на поставку техники. Это у нас, к сожалению, абразивный комбинат в Запорожье, это у нас ряд предприятий Мелитопольского района, где своим решением главы администрации отменили поставку техники в вооруженные силы, хотя это незаконно. Я сегодня написал письма и представителю областной государственной администрации в этой связи, и прокурору областному, для того, чтобы приняли адвокатные меры к этим людям. Я хотел бы обратиться к представителям сельских советов. У нас есть вопиющие случаи, когда представители сельских советов, которые сами должны заниматься этим вопросом, они сами саботируют этот вопрос. К примеру, в Мелитопольском районе это представитель сельского совета, значит, Вознесенки, Ольга Гарабаджиу, в одном из совещаний, который обсуждал, возмутило с действиями военкомата. Вот то, о чем мы говорили, что военкоматы врываются в дома с милицией, забирают. Сняли с поезда и отправили в нацгвардию, да? Да, 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 да. Ну, это полное несоответствие действительности, это чистая информационная война, это спецоперации, реально, которые проводятся по дестабилизации ситуации. Особенно она страдает от этого Мелитопольского района. На сегодняшний день я попросил губернатора и представителя областного совета принять серьезные меры для стабилизации ситуации. Мне сегодня звонили ветеранские организации Мелитополя, в том числе. Я тоже их попросил, чтобы в Мелитопольские ветеранские организации вмешались в этот процесс, потому что Мелитополь это приобретает, как будто это снежный ком, накатывается на сельские советы Мелитопольского района. Те, кто сейчас вернулся из зоны АТО, они потом со временем отправятся туда служить при необходимости? При необходимости, да. То есть, сегодня, для того, чтобы мы действительно провали ротацию, мы проводим третью волну мобилизации. То есть, мы сегодня укомплектуем воинские части практически до полного состава. И есть варианты, когда несколько дивизионов, например, артиллерийской бригады воюют в районе АТО, а несколько дивизионов занимается боевой подготовкой в пункте постоянной дислокации. Таким образом, будет организована замена этих людей на постоянной основе. А как боевые настрои у тех солдат, которые вернулись оттуда, все видели, все знают, что там происходит? Готовы они снова вернуться туда? Мы сегодня будем говорить об этом с ними, об их боевом настрое. Но то, что они вышли все с оружием, 100% живы, это уже огромное достижение командиров, которые вели их там в бой. А как быть с добровольцами, которые сегодня хотят проходить службу в вооруженных силах Украины? Спасибо за вопрос. Сегодня Верховный Главнокомандующий, президент Украины Петр Алексеевич Порошенко и начальник генерального штаба серьезно занялись вопросом добровольцев. Сегодня я, пользуясь случаем, приглашаю всех, кто служил в воздушно-десантных войсках, в морской пехоте, кто служил в войсках специального назначения, приходить в военный комиссариат. Сегодня есть возможность отправить этих военнослужащих, военнообязанных в воинские части по их желанию. Поэтому я однозначно говорю о том, что сегодня военные комиссариаты открыты для наших добровольцев, которых мы ждем для пополнения, для того, чтобы мы могли и укрепить дух, и укрепить профессионалами наши вооруженные силы. Давид Борисович, я благодарю вас за беседу, а мы продолжаем расставлять акценты. Запорожская область понесла еще одну утрату. 23-летний Владимир Гнатуша служил в 79-й аэромобильной бригаде. Его мобилизовали в конце марта, рассказали в облвоенкомате. После того, как 11 июля позиции украинских военных в Луганской области были обстреляны градом, о запорожском солдате не было никаких вестей. Родные надеялись до последнего, говорят военные, но экспертиза ДНК подтвердила – молодой человек в числе погибших. Прощание с бойцом состоялось в его родном селе Куйбышево 7 августа. У него остались отец и три взрослые сестры. В Запорожье презентовали новый бронежилет. Защиту 6-го уровня с нуля собирали три местных завода. Они же профинансировали его разработку. Каждое предприятие выделило на это по 800 тысяч гривен. Над созданием высококлассного средства защиты трудились около месяца. Такая защита уже прошла проверку снайперской винтовкой и патронами повышенной пробиваемости. Сейчас разработчики просчитывают варианты, которые позволят сделать производство бронежилетов более экономичным. Задача номер один – снабдить ими украинских солдат. Стройка века. Запорожские мосты рискуют стать расследованием века. Облпрокуратура установила – две опоры сооружения в районе Старого Днепра разрушаются. Доказательства нашли водолазы. По словам сотрудника ведомства, бетон отвалился у самого основания одной из мостовых опор. Пока обследованы две конструкции, говорят в облпрокуратуре, повреждения обнаружили на обеих опорах. Экспертиза установила – бетон, из которого они состоят, не соответствует стандартам. Криминальное производство по запорожским мостам прокуратура еще не открыла, но сделать это намерено в ближайшем времени. Правда, точные сроки ведомстве пока не называют. Чтобы узнать, грозит ли разрушение всей конструкции мостов, нужно провести еще массу экспертиз, отметил облпрокурор. По его словам, это хотят поручить Киевскому институту Патона. Из-за чрезвычайной пожароопасности в регионе в Запорожье запретили фейерверки и пиротехнику. Также в период установившейся жары запрещено разведение костров и ограничен въезд частного автотранспорта на территорию Хортицкого заповедника. Самыми пожароопасными районами Запорожья спасатели называют Ленинский, Шевченковский и Коммунарский. Сезон охоты за введение наивысшего класса пожароопасности переносить не будут. По крайней мере, этого не требуют в областном управлении лесоохотничьего хозяйства. Говорят, охотники бережно относятся к окружающей среде и знают правила поведения при такой температуре. Предложение по снижению тарифа на горячую воду и отопление подготовил концерн Гортеплосети и представил их на рассмотрение комиссии Горсовета. По новым расчетам стоимость тепла снизится на 42 копейки и составит 7 гривен 89 копеек с квадратного метра. А тариф на горячую воду после перерасчета остановился на отметке 22,90. Для сравнения, сейчас он составляет 24 гривны 72 копейки. На совместной комиссии по жизнеобеспечению и финансам предложение рассмотрели и приняли к сведению. После обсуждения с общественностью, которая запланирована на ближайшие дни, их направят в Киев на утверждение нацкомиссии. За мир и спокойствие в Украине. Священники Запорожской епархии провели обряд божественной литургии, но не в храме, как это делается обычно, а в небе. Для этого местное предприятие предоставило самолет. Екатерина Маркова поднялась на сотни метров над землей, чтобы услышать, как звучит небесная молитва. Этому самолету выпала почетная миссия. Он выполнит функцию небесной церкви. На высоте полторы тысячи метров запорожские священники помолятся за мир в Украине. Идея совершить божественную литургию в небе над Запорожской областью пришла архиепископу Запорожскому и Мелитопольскому владыке Луке. Местное моторостроительное предприятие согласилось предоставить для этого целый самолет. Молитва, которая обращена к Богу, она сильнее всякого оружия, сильнее всякой, так скажем, современной разрушающей силы. Когда мы находимся в небе, посмотрите, насколько это проекция. Мы находимся над Украиной. И мы можем сказать, что мы находимся над зоной АТО. Мы можем сказать, что мы находимся над всей нашей многострадальной Родиной, чтобы она не обливалась кровавыми слезами. Чтобы наша Родина знала, что такое мир. И благодаря нашему совместному обращению к Богу этот мир был нам дарован. Дай Бог, чтобы это в какой-то мере помогло скорейшему наступлению мира в нашем родном доме, в нашей Украине. Если это поможет, мы, конечно, будем счастливы, как и вся наша родная земля. На борту самолета священнослужители оборудовали мобильный алтарь. С собой взяли иконы и крест с мощами святых Петра, Марка, Андрея Первозванного и князя Владимира, крестителя Руси. С этими святынями, совершая литургию, мы совершим наш облет над территорией Украины. Самолет набрал высоту полторы тысячи метров. Летали лишь в разрешенной зоне, над Запорожской областью. Пересекать зону АТО не решились, слишком много рисков. В течение всего полета около часа священники проводили богослужения. По словам владыки Луки, в небе этот обряд проводится впервые. Посадка прошла мягко. Уже на земле владыка Лука поделился впечатлениями. Когда взлетал, взглянул, какие красивые поля, какая у нас природа, насколько она красивая и неужели есть люди, которые желают разрушить эту красоту. А ведь эта красота создана Богом. Человек, который пытается разрушить ее, значит, восстает против самого Бога. Кто этот человек? Безумец. Молились мы за тех людей, чтобы Господь вразумил их. Ведь действительно говорят, если Господь хочет наказать кого-то, он лишает его ума. То есть человек становится безумным. Результат этого – война. Все присутствовавшие на борту верят, молитва будет услышана и в Украину вернется мир. И добавляют, ситуация в стране зависит не только от высших сил, но и от людей. Ведь, как известно, добро побеждает зло, а значит, настоящие патриоты непобедимы. Когда весь город засыпает, начинается их личный кошмар. Жители острова Хортица жалуются, не могут сомкнуть глаз из-за громкой музыки, которая раздается из развлекательных заведений на берегу Днепра. Говорят, уже неоднократно обращались с жалобами к местным властям и правоохранителям, призывали на помощь прокуратуру и санстанцию, но пока эффекта нет. С плакатами и документами, собранными за годы бессонных ночей, люди пришли под стены мэрии. Чего требовали, зачем местная власть отправилась в ночной рейд по набережной и как на это отреагировали любители громкого отдыха. Далее в сюжете. У входа в мэрию собрались жители острова Хортица. Женщины говорят, хоть их и немного, но за ними еще сотни тех, кого объединяет одна и та же проблема. Все, чего они просят, несколько часов тишины. Гул из кафешек на набережной каждую ночь не дает спать. Мы спокойно спать не можем, дети спокойно спать тоже не могут. Открыть старики окна, не могут даже просто вдохнуть свежего воздуха. А люди, которые работают трясменной на заводе, они придут с ночи, они не могут тоже поспать. Музыка гремит до 7 часов утра. Развернуты колонки в нашу сторону, на остров. Март и до конца ноября месяца у нас нет покоя. Это можно так жить, скажите? Это не одна я. Я говорю, от имени 1800 человек рассыпаются швы в домах, вибрации от этой. Женщины говорят, уже 6 лет обвивают пороги ведомственных кабинетов. С жалобами обращались во все возможные инстанции. Но владельцам заведений говорят, все ни по чем. По словам митингующих, как только инспекции приезжают замерять уровень звука, музыку делают тише. А дальше кошмар начинается снова. Сегодня как бы должны были ночью замерять там децибелы. Музыка была лояльной, как бы не на полную громкость. Не так, как мы это слышим постоянно, кроме одного дня понедельника. С понедельника на вторник музыку мы не слышим. Все остальные дни вот ребенок стоит, пусть скажет, как она спит ночью в своей постели. Мы не требуем, чтобы кафешки прекратили свое существование. Это совсем не так. Мы просим, даже уже не просим. Мы просили 6 лет, а требуем, чтобы они прекратили свою громкую музыку после 22 часов. До 22 часов, даже до 23. Мы не против, пусть эта музыка играет. Но не настолько звонко, как это до 6 часов утра. К митингующим вышел заместитель городского головы Валерий Эделев. Обсуждение продолжилось в его кабинете. По словам заммэра, свою борьбу с шумом в развлекательных заведениях чиновники тоже ведут не первый год. Городская власть направила множество предупреждений и заявлений в суд. На этот раз в мэрии решили организовать ежедневное ночное патрулирование набережной. А заммэра в тот же день отправился туда с личной проверкой. Сегодня была создана группа, которая будет на протяжении всего летнего периода до окончания работных летних площадок осуществлять контроль ежедневный, я подчеркиваю, ежедневный контроль работы летних площадок на набережной магистрали. Задача какая стоит? В 10 часов вся музыка на улице должна быть прекращена. В день первого рейда музыки на набережной почти не слышно. Жители острова рассказывали, такое бывало и раньше. По их словам, перед каждой проверкой заведения кто-то предупреждал. Пусть предупреждают. Ведь главное не то, чтобы кого-то за руку поймать и кого-то наказать. Главное, чтобы здесь была тишина после 10 часов. На визит правоохранителей и представителей власти в заведениях реагируют по-разному. Кто-то сразу закрывается, кто-то отчаянно звонит хозяину, кто-то демонстративно уносит с площадки колонки. Диалог с руководством кафе выходит не всегда, не говоря уже о посетителях. А вы нарушаете наши права. На отдых. На отдых. В вас есть. Мы не жило в районе, ребята. На самом деле музыку на Хортице действительно прекрасно слышно, говорят в Арджиникицевской администрации. Руководство даже провело эксперимент. По воде звук распространяется очень далеко. То есть главная трудность в том, что люди не хотят понимать друг друга. Сегодня в 150 километрах гибнут люди. Они говорят, наоборот, идет война, мы хотим веселиться, мы хотим, чтобы было хорошо. То есть получается, первое время чумы одни гибнут, раненые в госпиталях лежат, а мы будем все равно, нам удобнее, чтобы было громко, чтобы мы могли веселиться. Пока на набережной идут проверки, жители составили обращение по своему делу на имя генпрокурора Украины. Письмо отправят в Киев вместе с пакетом документов, собранных за годы бессонных ночей. Смогут ли теперь люди по ту сторону реки спать спокойно, покажет время. Такими были эти 7 дней. Делайте выводы, а акценты расставим мы, но уже на следующей неделе. Всего доброго и увидимся.